Шигонский район Промышленными шигоны никогда не были. Крупное производство здесь невозможно. Добираться в эти края долго и затратно, да и частичный район расположен в заповедной зоне. 15 тысяч гектаров уникального Муранского бора – памятник природы. А тысячи гектаров пашни и десятки сельхозпредприятий – как раз-таки главная составляющая экономики муниципалитета. 50 лет не в каждом населенном пункте было даже электричество. Дома стояли еще, крытые соломой. И что взять в сегодняшние дни? То есть электрификация, газофикация, водопроводы. Очень хорошая дорожная сеть буквально до каждого населенного пункта. Новый виток развития района может начаться со строительства моста через Волгу в районе Климовки. Там до Тольятти рукой подать 4 километра. Сейчас ведутся проектные работы. Потенциальные инвесторы могут изменить здешний уклад жизни. Но пока ставка на сельское хозяйство. Современная техника, максимум автоматизации. Вместе со всей страной Шигоны побили в этом году рекорд по сбору зерновых – 45 тысяч тонн. И уже полным ходом идет подготовка к посемной. Единицы просто будут доводить до ума из техники. Практически больше половины уже из топлива заготовили, потому что мы… Ну, такая напряженная обстановка в мире и в частности в государстве непредсказуемой ценовой политике. Поэтому мы пообщались, поубедили своих руководителей, что нужно это сделать с осени. По итогам прошлого года в Шигонах практически стопроцентная оплата за коммунальные услуги. В районе система ЖКХ выстроена от и до. Тут по-свойски на доверии работают с должниками. Предусмотрена система рассрочек. Существующий тариф утверждали сами жители. К платежам на общедомовые нужды давно привыкли. Видят – все в дело. Перекрыли кровлю практически на всех жилищах. И стеклопакеты теперь во всех подъездах. Когда дойдет очередь для работ по госпрограмме капитального ремонта, останется поменять фасады и коммуникации. Вот в этом году прекрасно снег убирают. Раньше нужно было просить, чтобы прочистили где-то. То теперь убирают хорошо. Вот просто прекрасно. Дотационный район, говорят, тут не лукавя. Поэтому еще один источник доходов – участие в соцпрограммах. Например, здесь активно работают с ветеранами Великой Отечественной войны по госпрограмме улучшения жилищных условий. В прошлом году вот было, значит, у нас 26 ветеранов получили жилье. На этот год запланировано еще 35 ветеранов. Как правило, приобретают либо в райцентре, либо в соседних Сызрани, Самаре. То есть ветераны улучшают свои жилищные условия. Глава сельского поселения Новодевичье уже в который раз приезжает в районные МФЦ. Помогает жителям оформлять документы. Быстро и просто. Вот так с ноября прошлого года в районе можно получить услугу от налоговой, паспортного стола, Росреестра. С кадастровой палатой тоже работали, но приходилось подолгу стоять в очередях. Здесь, конечно, удобнее. Во-первых, много работников, которые всегда готовы оказать нам услугу. Возрождение района после лихих 90-х связывают с началом реставрации храма святого архангела Михаила. Он был построен 185 лет назад. В 37-м во время гонений на церковь здание было практически полностью разрушено, а из его кирпичей выстелили дорогу. На путь возрождения вера и духа жителей района стал отец Николай. Он принял сан священника, возглавил приход. Теперь Шигонский храм – одна из областных достопримечательностей. При нем недавно открыт детский центр. В расписании уроков не только беседы о духовной жизни. Педагоги занимаются с ребятами творчеством и спортом. Сегодня у нас действует 12 храмов и молитвных домов, 3 строятся новых храма и 6 храмов в стадии ремонта и открытия. Где затеплась лампада веры, немножко меняется и быт, и жизнь самих односельчан. Потому что вокруг храма начинают объединяться все. Это и праздники, и Рождество, и Пасха, это и 9 мая. Еще одна достопримечательность этих мест – растянувшиеся вдоль берега Жигулевского моря лесные массивы, горы и выросший среди них Волжский утес. Санаторий с качеством услуг мирового уровня. Он находится в ведении управления делами администрации президента России. Здесь успешно лечат заболевания сердца и сосудов, нервной системы. Методики уникальны. К примеру, есть единственная в Самарской области кислородная барокамера. И все, что нужно для полноценного отдыха. Разные виды массажа, большой спортивный зал и роскошная природа. Эти мохнатые гиганты к трапезе подходят обстоятельно. Отборное сено, сеножом, питательный фураж. Для своих любимых аристократов здесь ничего не жалко. И так было с самого начала. Животномоческий комплекс – чистый продукт, молодое и серьезно развивающееся предприятие Шигонского района. В 2012 году владельцы хозяйства выпустили на здешние пастбища первый десант племенных нетелей калмыцкой породы, которых закупили в Астраханской области. Тучная летняя луга, сытная зимовка, ежедневная забота со стороны работников. Леди в красных рубашках оценили обстановку и быстро дали понять – они здесь всерьез и надолго. В 2014 году чистый продукт получил от Федерального министерства сельского хозяйства солидный статус – племенной репродуктор. Имея прям статус, мы теперь можем с этого года реализовать уже плем продажи нетелей. Также это позволит местному населению или семейным фермерским хозяйствам приобретать у нас скот, который им будет же по программе субсидироваться этот скот и могут возмещать им 40% от закупки этого скота. И соответственно будет уже в районе увеличиваться поголовье, тем лучше будем улучшать показатели наши. Неприхотливость в кормах, выносливость и бесподобно вкусное мясо – именно этими качествами подкупили калмычки специалистов чистого продукта. Сейчас общая численность племенных животных на предприятии – почти полторы тысячи голов. Хозяйство недавно пополнило ряды Всероссийской ассоциации заводчиков калмыцкой породы. Саму племенную работу ведут здесь в тесном сотрудничестве с видными учеными, да и сами работники охотно посещают семинары и познают нюансы воспроизводства и выращивания. Чтобы убедиться в супервыносливости скота, чистый продукт провел эксперимент. Животных отправили в зимний лагерь. Сколоченные по простому помещения – изгородь и корма. Портанские условия калмычкам пришлись по душе. Дешевле обходится все и для скота намного лучше. То есть не перевозим их, стресса меньше, кормится. И для эксперимента, как они будут выживать в этих условиях суровых. То есть в 2013 году мы здесь 100 голов держали. Эксперимент удачно прошел. В этом году уже больше скота. Несмотря на такую закалку животных, предприятие ежегодно ведет реконструкцию хозяйских помещений и обустраивает площадки для мациона. С 2014 года правительство, министерство сельского хозяйства Самарской области приняло тоже во внимание реконструкции и строительство коровников именно по направлению мясного, по мясному направлению. И это нам позволено, мы сейчас, вы сами видите, уже реконструируемо много объектов, находящихся на территории базы. И нам это дает, конечно, мы можем уже увеличивать свою поголовину. И нам намного легче и проще становится, так сказать, заниматься этим делом. Заветная цель чистого продукта – нарастить такие объемы, чтобы не только поставлять породистый скот, фермерские хозяйства и личные подворья, но и самим заняться производством и реализацией экологически чистого мяса. Мы хотим построить на территории нашей базы бойню. И, соответственно, у нас наша продукция, она пользуется спросом не только основного учредителя мясокомбината, но и мы хотим открыть сеть магазинов, чистый продукт, где будет реализовываться наше качественное мясо по ценам производителя. Нынешняя ситуация, сложившаяся по импортным замечаниям, мы постараемся обеспечить Шигонский, не только район, и Шизранский, может быть, и дальше. Цель понятна, задачи ясны. В ближайшие три года чистый продукт намерен довести численность маточного стада до 5000 голов и заняться переработкой собственного сырья. Горячий хлеб из поселка Береговой не успевает остыть. Ежедневно он моментально раскупается жителями почти во всех селах Шигонского района. Полюбился. Святая-святые, где выпекают мучные шедевры, это предприятие Колобок. Открылось оно лет шесть назад, и если на первых порах здешние мастерицы изготавливали в смену всего 600 кирпичиков белого, то сейчас объемы выросли в разы, расширился и ассортимент продукции. Ключевой принцип работы пекарни – никаких добавок, только натуральные ингредиенты. Плюс уникальная технология – опарный метод. У нас была основная цель для того, чтобы именно натуральную продукцию производить. На опарном методе, без всяких химических добавок, разрыхлителей и так далее. Мука, вода, дрожжи, соли и закваска. Вот список того, что необходимо для процесса хлебопечения. К лапке добавляют еще один и, пожалуй, основной ингредиент – любовь к делу. Здешние умелицы настолько прикипели к хлебопечению, что не позволяют себе прийти на работу в плохом настроении. Хлеб, говорят, отзывчив на подход и получается пышным, если мысли чисты. Естественно, надо нежно. Нежно, и он будет и подниматься побыстрее, вот с любовью. Потому что мы держим свою марку. Нет, натуральную. У нас мало осталось, что натуральную, согласитесь. Пусть хлеб хоть будет натуральным. Пшеничный и ржаной хлеб, подовые, царско-сельские, батоны и булочки от колобка раскупают не только в крупных селах, но и в отдаленных деревнях. Спрос на натуральную продукцию велик. Поэтому предприятие задумало увеличить объемы производства. В ближайшее время хотели бы приобрести тестоделительную машину и еще одну печь. Задача максимум – покорить рынок Сызрани и Тольятти. Когда своя земля и в горсти мела, а на разруху оставленную лихими девяностыми без слез смотреть не получается, появляются на селе подвижники и берутся за восстановление сельского хозяйства своими силами. Яркий тому пример – Александр Широков. Когда его родной и самый крупный в Шигонском районе совхоз пионер канул в лету, он дал себе клятву вернуть из обвения производства. Лет 10 назад оформился как фермер и по крупицам начал собирать брошенные земли. Первый год 50 гектаров разделали от бурьяна, потом уже 150 взяли, побольше маленько. И так вот сейчас до такой 520 гектаров у нас сейчас есть. Зерновая группа дала отлично у нас в этом году. Пшеница где-то около 50 центнеров дала, ячмень около 40. Там овес где-то 32-33 центнера. Сейчас выращенный урожай Широков хранит на бывшей совхозной базе. После покупки Александр Юрьевич вложился в ее капитальный ремонт. Здесь же размещенный фермерский технопарк. Недавнее приобретение – комбайн и грузовик. Помогают в аграрном деле Александру Юрьевичу старший сын, его правая рука и соратник, а также родной коллектив – десяток надежных и трудолюбивых сельчан. Положительные эффекты от работы хозяйства ощущают и остальные жители. Широков прок заготавливает для их подворий отборное сено. Стараемся. Ну, все стараются. Кто хочет на земле работать, обязательно стараются. А если, я не знаю, если не стараться, значит, это пришел, посмотрел. Ах, как будет, так и будет. Тогда и ни урожая, ничего. Это просто самого гробит себя и землю гробит. Останавливаться на достигнутом Александр Юрьевич не собирается. В ближайших планах фермера – увеличение посевных площадей и обновление парка сельхозтехники. Жители Шигонского района считают, что именно за этим хозяйством – будущее. Название говорит само за себя – «Перспектива». Пришла она на смену рухнувшему колхозу имени Пушкина. Возродить производство решился Иван Григорьевич Касаткин. Он работал здесь главным инженером, а позже рискнул создать свой бизнес. Идею вернуться к земле поддержала семья, ставшая главной опорой фермера. Коллектив у нас сейчас подобрался очень хороший. Я в него верю, надеюсь, люди не подводят, работают добросовестно. И в последнее время очень много молодых специалистов приходит. Это и после Академии, это и после Усольского техникума. Десять лет назад собрали первые урожаи зерна. Тогда у семейного предприятия было 400 гектаров земли и старенький комбайн. Сейчас в обработке уже 4000 гектаров, а в технопарке более 20 современных агрегатов. Когда земля заработала, подобрался сплоченный коллектив, в перспективе задумали возродить животноводство. Начали с 10 поросят, которых перевели с личного подворья на базы комплекса. Сейчас численность поголовья составляет 1500 свиней. За год хозяйство производит и реализует более 100 тонн мяса. В корпусах установлено современное оборудование, которое позволяет обслуживать всю эту армию хавроний всего одному человеку. Год назад доработал собственный убойный цех. В ближайших планах открыть цех по переработке. Натуральную продукцию Касаткины намерен реализовывать через фирменный магазин, который возводят в Шигонах. Да и на самой базе сейчас вовсю кипит стройка. Монтируются станки для осеменения и линии кормораздачи. Скоро сдадут в эксплуатацию новые помещения для принятия опороса, где все процессы будут автоматизированы. Выходим на поточную систему, недельный ритм выдерживать. А это все начинается с осеменения. А потом уже идет и опорос, и движение стада идет дальше, надоращивание, откорм. И будем выходить уже планомерно на 10 тысяч голов. Ежедневный труд, упорство и любовь к родной земле – главная составляющая успеха предприятия. А еще адресная господдержка и курс на замещение импорта добавляют уверенности и перспектив для отрасли. Мы получаем какой-то стимул в работе и в связи с санкциями, которые, с одной стороны, наверное, это плохо, а с другой стороны, я думаю, это толчок для развития производства и особенно для сельского хозяйства. Увеличение поголовья, рост урожайности и улучшение условий труда – намеченные планы предприятия Касаткиных. И не в далекой перспективе, а уже в этом году. Каждый охотник желает знать, где находятся места, что богаты дичью. А те, кто побывал в Орском государственном охотхозяйстве, уверенно заявляют – вот он, райский уголок для общения с природой и организации промысла в классической русской традиции. Созданное 36 лет назад хозяйство и по сей день выполняет на высшем уровне свое призвание. При умножении лесных ресурсов на основе передовых методов воспроизводства фауны и флоры. Мы вообще выполняем весь полный комплекс биотехнических мероприятий. То есть мы подкармливаем и кабана, и косулю, у нас и кормушки, и солонцы, и веники. То есть в зимнее время мы стараемся не давать зверю не то, что, скажем так, ноги таскать, а даже похудеть. Стараемся не дать им основное внимание уделяем охране. И в том же ключе, и пытаемся разъяснить людям, что это наши животные, это наши ресурсы, которые, в принципе, должны жить в мире с человеком. В живописных угодьях Волжского охотхозяйства, а это 170 тысяч гектаров, в большом количестве обитают лоси, кабаны, косули, зайцы и другие животные. Без трофеев отсюда вообще не принято уезжать. Охота на подкормочных площадках, загонная охота или охота с гончими собаками на зайца и лисицу. Каждый найдет свой вариант. Разводят в Волжском опытном охотхозяйстве и водоплавающую птицу. А еще в вольерах выращивают фазанов, которых потом отпускают в живую природу. Все эти охоты на вальш, на пана, болотную дичь, на тетерево, на таках. На тетерево на таках у нас достаточно на высоком уровне, то есть это чисто профессионально. Теперь у нас тетерев осенние охоты на молодое поколение тетерева. Оно тоже практикуется. В общем, у нас еще есть чему развиваться, конечно. И поэтому мы всеми силами стараемся. Коллектив собрался хороший, желающий работать. Совсем недавно получилось организовать и добротную рыбалку. В здешних водоемах прекрасно прижились карп, толстолобик и белый амур. Любую добычу можно тут же приготовить и отужинать. Любой с пейзажами на привале или в комфортабельных домах. Туристы сюда все чаще приезжают семьями и большими компаниями. Просторные комнаты со всеми удобствами, баня и летняя кухня. Именно здесь начинаешь по-настоящему ценить природу и цивилизованный отдых. Охотник никогда не убьет зверя, который скоро будет проситься. Охотник никогда не станет стрелять по вашему беду зверю. В общем-то охотник как раз поддерживает равновесие в природе. Волжское опытное охотхозяйство готово принимать гостей круглый год. Сотрудники ручаются. Здесь получить удовольствие от отдыха на свежем воздухе получится у каждого. Редактор субтитров А.Семкин